Я тебя представлю ребятам. Я уже сказала, что ты наш один из самых уважаемых клиентов, что ты руководишь оружейным направлением в одном из лучших магазинов Екатеринбурга, оружейных, который называется «Старый слон», что ты охотник с огромным стажем, что ты спортсмен, что ты сам тренируешь своего ребенка, который прекрасно стреляет в стендовую стрельбу и уже даже имеет очень хорошие результаты и регалии в таком юном возрасте. И, короче, ты молодец со всех сторон, крутой профессионал. И сегодня мы хотим тебя поопрашивать про прицелы конус, потому что я знаю, что ты очень классный специалист в оптике. И мне твое мнение как профессионала было бы интересно послушать, но самое главное, думаю, это мнение интересно послушать нашим зрителям. И я тебе тогда первый вопрос, твоего позволения, задам. Это почему ты выбрал именно конус? Ведь вы же, наверное, так же, как и мы, тоже имеете предложение от десятков, наверное, разных поставщиков, и вам приходится делать вот этот сложный выбор, с кем вы будете работать. Как вы пришли к тому, что конус неплох? Да, Маш, ну, во-первых, спасибо, конечно, за столько, за столь много приятных слов в мой адрес. Ты только погромче говори, а то плохо слышно. Я говорю, спасибо еще, спасибо за столько приятных слов в мой адрес. По поводу конуса. Ну, вот мое мнение, как директора магазина, как человека, который радеет, да, за продажи в магазине, как мое мнение, так же учитывая охотника, в магазине, вот в вооруженном магазине, должен быть представлен весь ассортимент, да, все ценовые ниши должны быть заполнены во всех категориях, тем более в оптике, тем более в оптике. Поскольку покупатель разный, покупатель разный и с точки зрения возможности приобретения какого-то, ну, какой-то сделать покупку с точки зрения бюджетную, либо дорогую, да, покупатель еще и разный по той причине, что всегда хочет попробовать что-то новое. И это новое, мы уже привыкли, что бюджетный класс, он не всегда плохой. Не всегда плохой. И вот когда пришли конусы, естественно, мне захотелось посмотреть, что это вообще такое. У меня, я уже не помню, это же года, наверное, три назад было, четыре, когда конусы зашли, и у меня предстоялась возможность просто, я вообще люблю, как бы, всю технику, тем более оптику, люблю потестировать. У меня свой, там, до 300 метров. И я, в принципе, оружие, оптику, тепловизор, ночники, я все протаскиваю через это стрельбище перед тем, как оно попадет на витрину в магазин. И мне представилась просто возможность, у меня один из моих близких знакомых выбирал прицел, причем он потратился на дорогой карабин и говорит, ну подбери что-то, подбери что-то такое, чтобы и в бюджет укладывалось, и характеристики были неплохие. С одной стороны, желание понятно, с другой стороны, сложно, да, вот на самом деле сложно это сделать, поскольку, ну, бюджет уложится в бюджет, в бюджет бюджетного класса, то в том числе, конечно, но как есть. И при этом характеристики, по крайней мере, должны были быть рабочие. И вот тогда я обратил, первая партия поступила, конус про, если помню, я выбирал полтора на шесть и два с половиной на десять. Я эти прицелы просто взял на стрельбище, взял еще несколько вариантов, прямо при владельце оружия установил, значит, постреляли, посмотрели по характеристикам, по заявленным характеристикам, как производителям, так и, в принципе, у меня стрельбище позволяет сделать промеры, да, допустим, заявляет производитель характеристики, там, ну, сорок метров поля зрения на загонике на ста метров. Я на своем стрельбище, у меня специально разметки, фишки стоят, я могу в реалии проверить, есть ли такие характеристики заявлены, подтверждаются ли они производителям, ну, то, чтобы заявлять производитель. И, собственно, с этого и началось, то есть я сам поверил в прицелы. Погоняли механику, да, с одной стороны прицел это охотничий, вот серия конус про, М30, она охотничий. Ну, я даже просто так для себя погонял механику, то есть по квадрату, вот кто понимает, что это такое, то есть прогонка механики по квадрату. Это когда прицел пристреливается, а потом в очень широком диапазоне механика барабаны, значит, делается прострел именно с введением поправок барабаны. Отлично себя показали. Отлично, насколько, Маш, не помнишь, какие там, может быть, какие-то характеристики точно запомнил? Нет, ну, Маш, я в характеристике во все запоминать. Ну, невозможно, да. Николь бы не был специалист, да, я знаю, где их взять. Мне нужно кому-то что-то посоветовать, я знаю, где взять эти характеристики. Конечно. И вы сравните, сравните и предложите уже покупателю то, что ему нужно. И если он прислушивается к моему мнению, то, собственно, я знаю, что сказать. Ну, если мы смотрим на загонники, первый вышел конус Pro M30 1.4 был. Он немножко тогда был не совсем комфортный в плане тоннельного эффекта. То есть там такая труба, темноватая внутри самой трубе, но поле зрения что-то было около 32 метров. Это на тот момент, на тот момент, это было как минимум не хуже Никонов, лучше Флопольдов, и вплотную там к европейцам приближался. Да, да, да. Это очень достойное поле зрения, да. Потом когда вышел 1.6, вот уже с шестикратным зумом загонник, у него уже там что-то в районе 36, насколько помню, вот в районе 36. То есть еще лучше было. И ген-2, который 1.4, ген-2 вышел, он уже обладал и габаритами 1.6, и у него исчез тоннельный эффект, ну убрали они его, да. Ген-2, давай людям поясним, что ген-2 это мы имеем в виду второе поколение, когда вышло. Да, который конус Pro M30, вот именно в модификации 1.4, он вышел ген-2. Второе поколение, да. Да, второе поколение, это он вышел где-то, наверное, года полтора назад и продается. Реально продается. Просто колоссальными объемами. Мне кажется, ни одни прицелы так не продаются, как конусы. Еще тоже, наверное, покупатели любой оптики этот вопрос волнует, ну вообще любого товара волнует, насколько часто там браки у конуса. Как часто случаются поломки по вине производителей, или по вине охотника? Что касается гарантии конуса, я реально такой не встречал просто. В таких условиях я на других брендах я просто не встречал. Два года без ограничения по калибрам, то есть причем там даже прописывалось где-то, или я уж не помню, на семинаре, или от вас это шло, что вплоть до пружинно-поршневой пневматики там вообще не парится. Причем гарантия такая, прицел забирают не на ремонт, а просто на зиму. Ну отлично. Ну это как бы один вопрос, другой это вопрос, когда я, конечно, мог получше сейчас подготовиться и посмотреть по продажам, сколько за эти пять лет мы продали конусов, но вот 1.4, я думаю, мы продали около 300 штук. Я думаю, не меньше. Следующий по пожелаемости приобретения, по цене, по удовлетворению вот этой цены, по соотношению цена-качество, это, наверное, 1.6 на 44, такой более универсальный. А 1.10 вы уже пробовали продавать? Маш, нет, 1.10 я не успел, я там заявочку подувал, я не успел его приобрести, но я характеристики читал, я уже заранее с этим прицелом знаком. Да, но, видишь, нам даже для вас его не хватает, потому что спрос-то большой, конечно, на 1.10. Ну, это моя там как бы... Ну, наверное, и наша тоже, да-да-да. Леш, а вы не пробовали работать с биноклями, тоже конус? Ну, у меня бинокли на сегодняшний момент есть все, но вот не буду уж выходить сейчас в прямом эфире там к витрине, но я не знаю, Imperial есть точно, конус Rex есть точно. Нет, я хотела тебя спросить, не что у тебя есть в наличии, а твое мнение именно по потребительским качествам, не по продажам, а именно по качеству оптики, по соотношению цена-качеству и так далее. Да, Маша, я понял. Качество вообще самой оптики, конус, я еще вот, когда прицелы начал тестировать и, ну, продавать, собственно, я, ну, для себя как бы так убедился, что сама картинка очень четкая, нет никаких замыливаний, нет никаких там искажений картинки и затемнений картинки при увеличении кратности, поэтому, когда вышли на рынок, собственно, бинокли, ну, и трубы, как бы в ассортименте есть зрительные, когда вышли бинокли, я, собственно, вообще не сомневался, и дальнейшее тестирование там в полевых условиях, оно, собственно, это показало. Ну, да, там что-то, самая дорогая версия бинокля, по-моему, тысяч 16-17, ну, треть которой бинокль дальномер, до сих пор он тоже есть. Угу, угу.